И вам привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами сыграем просто в мега-крутую игрушку под названием Флотсами. Тут, наверное, ты используешь опару, что же это игра? Это игра про то, как мы будем выживать в этом мире. Мире, который полностью затопило. То есть, это вот эта вот лодочка, это наш будущий город. На нём мы как раз-таки будем строить, как раз-таки к нему будем делать различные пристройки и пытаться выжить. Там нужно будет находить пресную воду, получается, нам нужно будет находить еду, и при этом нужно будет добывать ресурсы. А прежде чем мы продолжим, хочу порекомендовать тебе достаточно интересный канал. Канал Мурми. Хоть и канал ещё начинающий, но здесь уже есть на что посмотреть. Ролики с вебкой по самым разным играм в компании с приятной ведущей. Что ещё может быть лучше? Так что рекомендую тебе зайти на её канал, а то и подписаться. Ссылочку я оставил в описании, так что советую заглянуть. Сначала начнём, конечно, с того, что почини двигатель, потому что без починки двигателя мы, конечно, никуда отправиться не сможем. И также нам потребуются ресурсы. Здесь их множество самых разных. Есть мокрая древесина, сухая древесина, пластик, металлолом, получается, дрова и книги. Всё это нам, конечно, пригодится. Но как это добыть? А довольно забавный способ. Мы, например, ставим вот сюда буйок, и вы думаете, что поплывёт туда корабль. Нет, у нас есть чуваки, которые называются дрифтеры. Они прыгают в воду и, получается, плывут до туда, и потом притаскивают нам эти самые ресурсы. А и вот так у нас будет всё потихонечку развиваться. В будущем у нас должны будут появиться лодки, всякие более интересные системы, более замороченные. Но поначалу нужно хотя бы хоть что-то себе построить. Сейчас базовые ресурсы соберём. Нужно будет и дома, и фермы, и корабль наш расширять, чтобы он становился прям мега крутым. И сейчас нам нужно будет сделать сушилку, как минимум, чтобы мы смогли сушить древесину и делать какие-то более интересные крафты. Например, там дистиллятор можно будет сделать. И в будущем можно будет ещё кухню построить себе, ферму, водоросли. Или же конкретно отдельные лодки можно будет себе собрать. Но это уже у нас в будущем. Хотя, наверное, довольно ближайшем. Я думаю, что мы быстренько до чего-нибудь интересного доберёмся. Кстати, здесь у нас есть, вот прям супер близко, есть заросшие скалы. Там как раз-таки можно будет собрать и споры водорослей, и сами по себе водоросли. Водоросли можно будет в будущем нам приготовить. Кстати, забыл ускорить скорость игры. Пускай всё это немножечко побыстрее происходит. Всё же, иначе будет слишком долго. Я хочу, чтобы у нас уже процесс шёл. И, ребята, если игра вам понравится, поддержите лайками. Набирается более, получается, 3000 лайков, то будет продолжение. Ну, в принципе, 2 косаря лайков наберётся уже хорошо. 3000 прям вообще точно знаю, что буду продолжать. 4000, ну, прям вот прям сразу же бегу и записываю просто. Примерно так у меня работает индикатор. Так, движок у нас починили вроде как, да? Да, движок у нас починили. Все ресурсы, которые у нас получаются наши рейдеритеры приносят, их складывают вот сюда. Здесь наш местный склад. Но со временем он, конечно, заполнится. И нужно будет с этим что-то делать. Например, нам придётся построить ещё один склад. Я такое могу организовать, но пока, наверное, не буду, потому что хочу сделать сушилку. Хотя бы одну сушилку-то надо будет построить, так как без неё никуда. А лучше построить сразу несколько, так как это ускорит добычу наших этих ресурсов. Добычу сухой древесины. Это будет происходить гораздо быстрее. В будущем надо, конечно, ещё дома нашим жителям построить. Отдыхать ведь захотят, но для этого потребуется 12 сухой древесины, например. Нам нужно такие три кровати, то есть три здания. Это офигеть как много. При этом ещё есть исследовательская станция. Она вообще дофигища всего требует. Поэтому, да, есть куда нам двигаться, есть куда развиваться. Но они тут начинают потихонечку отстраивать. Всё это добро. Здесь будет у нас сушилка. Единственное, что у нас пока всего три человека. Я не знаю, хорошо это или плохо. Можно ли нам найти будет ещё каких-нибудь ребят. Узнаем уже, когда отправимся дальше. Отправимся в дальнейшее плавание. Пока что меня интересует, конечно, сбор ресурсов. И в основном они и будут сейчас этим заниматься. И я сейчас, наверное, момент скипну, как я собираю большую из этих частей. Потом отправимся в плавание, потому что хочу показать вам ещё больше контента. Кстати, если интересует, насколько далеко можем отправляться вообще в плавание. Вот такая вот здесь система. То есть вот эта вот карта. И, по идее, в любое из этих мест можем отправиться. Здесь разрушены фабрики какие-то есть. Есть трущобы. Возможно, там мы реально найдём себе ещё одного человека. Заросшие скалы. Ну, там всякие надо идти искать, получается. Водоросли и места, где рыбка здесь плавает. Там можно будет рыбачить. И брошенные моторные лодки тоже что-то интересное. Ну, туда довольно далеко плыть. Это всё требует топлива. А топливо у нас это сухая древесина, как я понимаю. Либо нефть, которую тоже можно будет производить. Поэтому сейчас мы подфармим и уже начнём куда-нибудь двигаться. Ну, в принципе, ресурсов у нас уже подсобрали. Получается, у меня есть 12 сухой древесины. 17 мокрые. Её со временем переработают. Просто здесь вот они валяются. И им нужно время, чтобы они превратились в что-то более интересное. Ну, а нас интересует, конечно же, мастерская плотника. Потому что на ней как раз-таки мы сможем создавать... При помощи неё, точнее, мы сможем создавать что-то интересное. Так только здесь нужно более экономное место строить. Также превращать всё в нефть нам потребуется. И также ещё дистиллятор нужен. Для дистиллятора потребуются ещё две доски. Ну, это вообще не проблема. Сейчас мы как раз-таки их сделаем. Просто если без мастерской плотника, мы не сможем сделать именно дрова, которые можно использовать для дистиллятора. Как понимаете, без воды мы здесь отъедем. И также нужно будет ещё раз девочную доску сделать. Лавку, точнее, вот эту вот. Её тоже сделаем. Сейчас пусть достроят пока что-то эти вот крафты. Скоро как раз досушится всё, что осталось. И вот у нас нефть. Здесь можно перегонять нефть. Видите, пять пластиковых отходов идёт в одну нефть. Пока что нам это не особо надо. Но в будущем, наверное, мы это используем. Также здесь вот они, дрова. Здесь есть также верёвки. Но мы это не трогаем. Так, потому что я хочу ещё поставить раздевочную доску, как минимум. Сейчас вот сюда её впендюрим. И будем двигаться, наверное, дальше. Ещё, возможно, один склад бы я поставил. Или ещё одну, как вариант, сушилку я бы воткнул. В принципе, ещё одна сушилка мне бы очень даже пригодилась. Поэтому давайте так сделаем. И потом отправляемся в плавание. Посмотрим, что мы ещё интересного сможем найти. Потому что вода у меня и так уже начинает заканчиваться. Это проблема. Но её можно исправить тем, что мы просто можем найти воду в ближайших местах каких-нибудь. Так, менять размер. О, кстати, я не знал, что можно размер области менять. Удобно. Так, до этого я не обращал на это внимания. Так, надо буйки мне убрать. От них сейчас смысла нет. Убираем метку. Потому что я уже буду отправляться. Просто убираем всё это добро. Сушилки у нас стоят. Новые крафты готовы. Вот у нас рыба. И также салат из морской капусты. Это хорошо. Только мы давайте лучше двинемся куда-нибудь. Открываем карту. И давайте мы как-нибудь интересно встанем. Чтобы я мог собрать что-нибудь ещё любопытное. Помимо самих трущоб, я хочу хотя бы порыбачить попробовать. Так, вот если вот так встать, то это мимо, конечно, будет. Вот сюда мы не доплывём слишком далеко. Можно вот так попробовать пока что двинуться. Собрать мусора как вариант. Блин, вот идеальная позиция, конечно, здесь очень сложная. Надо подумать, как лучше расположиться. Но я просто хочу вот сюда попасть. Поэтому, наверное, всё же я просто чуть-чуть потрачу топливо. Чтобы посмотреть, что в трущобах вообще творится. Но если что, можно будет мусор собрать в ближайших местах. Так, что за трущобы такие? Ага, здесь можно собрать ресурсы. Смотрите-ка, прикольно. Так, ой, стоп, нет, отмените. Я отправляю туда всех, тогда пусть они соберут ресурсы. Здесь можно и сухую древесину, и металлолом. И здесь консервы есть, и книги. Так, что пусть у меня все отправляются. Возможно, реально что-то найдут. Кстати, по поводу того, что здесь вообще конец света случился. Вот здесь, например, под водой видно города. Если присмотреться, вот там видно, что там где-то какой-то город находится. Весь мир затопило. Глобальная катастрофа, все дела. Так, мне заросший скал. Скал ещё, интересно, конечно. И ещё где бы воды достать. Вот это ещё тоже для меня отдельный разговор. Поэтому, скорее всего, придётся сейчас дистиллятор наш запускать. Так, дистиллятор это у нас... А, дистиллятор же я ещё не построил. Так, дистиллятор как раз должен был появиться. Вот, поэтому ставим его сюда. Сейчас он появится, и будем воду перегонять. А то у меня сейчас все от жажды подохнут просто. Надо же следить за теми, за нашими ребятами, чтобы они ещё выживали в этом мире. Так, что вы принесёте мне, вопрос? Что вы там тащите? О, сухую древесину принёс. Это, конечно, 10 из 10. Так, и сразу выпил воду. А, ну хотя бы вроде они... А, отлично. Вот, мне нравится, что здесь это сделано. Потому что, например, у нас три чувака отправляются добывать ресурсы. А, и они, типа, не забивают на базу. То есть база для них всё же в приоритете. Они этим занимаются, они базой... Над базой начали париться. Это офигенно, потому что обычно, знаете, в игре бывает. Ты дал приказ, они всё тупо его следуют. Вообще даже не взирая на то, что они скоро отъедут, умрут и так далее и того подобное. Так, ну чё, дистриатор у нас построен. Теперь нужно сделать дрова. Дрова как раз к нам подъехали. Это просто прекрасно. Так, поэтому запускаем. Сейчас их как раз-таки сделают. И запускаем также производство воды. Вообще, желательно найти, конечно, было бы нам какую-нибудь башню с водой уже, скажем так. Так, здесь есть, я видел, что здесь есть протекающая, как надо сказать, протекающая станция, короче говоря. Хрен его знает, как это адекватно сказать. Водонапорная башня протекающая, его вспомнил. Если её использовать, то оттуда можно набрать целую кучу воды. Но я не вижу в ближайшем месте ни одной водонапорной башни, поэтому у меня могут быть сложности в этом процессе. Так, ну ладно. Потихонечку у нас начала работать мастерская плотника. Значит, нас потихоньку должны в воду начать делать. Это было бы очень даже хорошо. Мне не хватает, конечно, какой-нибудь лодки. Если бы я сделал нормальную лодку, было бы намного проще жить. Но пока что проблема с водой, так что нужно её решать каким-то образом. Так, единственное, как можно это решить, наверное, отменить всех... А, они почти всю древесину забрали. Дальше там еда осталась и книги. Окей. Но сейчас мне интереснее перегнать воду, конечно. Поэтому сейчас мне туда не будут всё закидывать. Пускай у нас хоть какая-то вода появится. Еду мы ещё, думаю, достанем. Как раз-таки отсюда стащим пять консервов. Нужно с водой сначала разбираться. Это самое, что ни на есть для нас сейчас нужное. Так, можно кровати, конечно, всем было бы настроить. Но проблема в том, что я не могу пока это построить. Так как надо как-то расширять наш корабль, наш город. И у нас закончилась вода уже реально. Так что проблемы у нас назревают. Если вода не успеет приготовиться, будут прям большие проблемы. Так, может быть, отменить парочку? Можно отменить как-то? О, можно отменить. Ну-ка, если вот так вот сделают, то заберут они воду или нет? А то мне совсем не нравится. Сейчас ещё кто-нибудь умрёт. Это будет вообще просто трагедия для меня мировых масштабов. Не хочу, чтобы хоть кто-то у меня погибал. Так, и воду. Они всё начали вроде производить. Вода у нас пошла в плюс. Это прекрасно. Но ещё бы один дистиллятор такой поставить. Ускорило процесс бы в разы. Конечно. Но ничего не могу сделать. Они ещё тем более отдыхают у меня тут. Спать легли. Ещё при этом мне надо сделать верёвки. Благо они кучу древесины собрали. Это, конечно, 10 из 10. Но вот кровати я им организовать пока нигде не могу. Кстати, по поводу помоста. А, это разные виды помоста. Можно из древесины делать, а можно из мусора делать. Не знаю, чем они сильно отличаются. Возможно, большей прочностью или что-то типа того. Ну, допустим, я поставлю вот здесь помост. И как он будет? А, то есть вот так вот можно делать. Ага, всё, я понял. 8 древесины вот так вот. И можно ли будет строить в дальнейшем вот из этой штуки? Это для меня вот отдельный разговор. Хочу посмотреть. Если можно будет так пристраивать, то может быть... О, слушайте, а да, можно устроить уже. Она просто вот так вот рисует. Даже что здесь, по сути, там можно делать дела. Хорошо. Так, но с водой всё ещё проблемы. Вода это для меня сейчас самая большая трагедия. Так, и чё мне делать-то? Куда можно отправиться? Разрушенная фабрика. Есть ещё одни трущобы. Может быть, там нам дадут воды, как вариант. И вообще там дофига всего. Если так посмотреть, там прям много-много. Так что ладно, пусть добывают какие-то последние ресурсы у нас наши друзья. Достраивают, делают воду, забирают всё, что там осталось. И мы будем двигаться дальше, судя по всему. Так, потому что здесь нам ловить нечего. Здесь только мусор можно собирать. Одного я оставлю на дела домашние. Пусть воду гоняет пока. А то, говорю, совсем будет всё плохо, если вода закончится. Так, ну чё, у нас пристройка есть. Прекрасно, значит, я могу теперь хотя бы строить больше. А то я боялся, что у меня здесь будет какой-нибудь лимит. Я не смогу нормально строиться. А теперь могу. Но сухую древесину на кровати пока тратить не буду. Это слишком жёстко. Это не такой ресурс, которым я миллиардами обладаю. Так что, да, лучше так не дерзить. Жалко, корабль поближе я не подогнал. Поближе подогнал, было бы, наверное, удобнее. Ну ладно, там как раз сейчас консервы пойдут и книги. Не знаю, нафига нужны книги. Кроме как, если их сжигать. Но, наверное, может быть, это хорошая валюта в этом мире, как вариант. Так. Ну, это мой первый заход даже. Я могу, если чё, отъехать даже в нём. Но я надеюсь, что всё же я выдержу. Моя команда выдержит. Моё руководство. Возможно, я, конечно, не самый лучший руководитель в этом мире. Но и будем стараться выживать всё же до последнего. Пока что, вроде, ещё как-то держимся. Но нужно следующие трущобы плыть. Иначе здесь у нас ничего хорошего в плане воды нам не светит, я думаю. Так, чё там у нас сырьё производится. Топливо пока есть. Значит, можно делать ещё воду. Так, кто-нибудь там занимается? Да, у нас всё же есть ребята, которые этим занимаются. Верёвки ещё параллельно должны делать. Так, чё, забрали вы там? Нет, там остались... Вот, всю еду должны принести сейчас. И последние книги должны забрать. И всё у нас должно быть после этого круто. Можно будет отсюда валить. Вода реально, кстати, в плюс пошла. До этого совсем воды не было. Сейчас уже хотя бы четвёрочка есть. Хотя было до этого два. Хотя, возможно, пока чуваки плавают, они не так много воды выпивают. Вообще, на эконом-режиме должны жить, пока у меня так мало ресурсов. Но они, типа, живут как живут. Я не могу им задать какую-то политику, знаете, как надо жить им правильно. Не могу им указать. Так, всё закончили с трущобами? Да, всё закончили. Отлично, я понял. Тогда поплыли мы к следующим трущобам. Надеюсь, топлива мне хватит досюда добраться. Да, 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 должно хватить. Да, вот здесь вот прям, прям по максимуму сейчас приплывем. Надеюсь, что мы не шандрахнемся в скалу, не, нормально. Дальше, если что, у нас как раз мусор там есть. Мы соберём мусор, сделаем из него нефть и заправим наш корабль. Может быть, можно и сухой древесиной заправить. Не знаю, увидим, посмотрим. Так, но самое главное, я сюда прибыл. И могу ли я воспользоваться услугами местных трущоб? Здесь нет воды, к сожалению. Зато ресурсов просто овер до хрена. Просто прям ресурсов здесь очень много. Так, ладно. А где мне, блин, еды-то достать? Вот более адекватно. Да, здесь есть немножко консерв. Это круто, конечно. Но мне нужны большие объёмы. Ладно, тогда будем производить. Блин, хотя я не могу. Что я буду делать с производителем водорослей, если у меня нет водорослей? Я не могу их пока собрать. Нужно корабль как-то запитывать. Так. Нужно топливо делать тогда. У меня пластиковых отходов не так много. Так что кого-то нужно отправить здесь. Пускай собирают ресурсы. Так. Одного туда отправил. Можно, конечно, ферму организовать. Но пока не уверен. Я корабли хочу сделать. Так. Что для кораблей потребуется? Мусор нужен для кораблей. Так. Тогда отправляем вообще всех за мусором. Ничего не знаю. Вы сейчас все будете у меня мусор собирать. Хотя нет. Один останется. Потому что нужно, чтобы кто-то делал воду. Хотя можно было распределить пополам, наверное. Давайте я, наверное, вот так вот сделаю. Одного туда. Одного туда. И один здесь на базе у нас занимается делами. И как-то так развивается. Короче, пусть у них пока так это работает. Сейчас посмотрим. И у меня тут небольшой прогресс пошел. Я построил все же первую лодку. Лодка у меня собирателя. Есть еще лодка рыбака. Но я лодку собирателя сделал. Потому что мне нужно быстрее собирать ресурсы из вот таких вот трущоб. И сюда как раз таки можно отправиться на лодке. Поэтому решил запрячь одного чувака, чтобы он как раз этим занимался. Он может целую кучу ресурсов здесь собрать. И при этом перемещается гораздо быстрее. Что есть круто. Так. И дальше у нас, конечно же, занятие идет на тему того, что мне надо вообще избавиться от очереди вот этой, во-первых. Так. И продолжить создавать древесину. Потому что у меня проблемы с древесиной, блин. Которая нужна для дистиллятора. Дистиллятор, конечно, работает прекрасно. Но такое ощущение, что мне нужно еще второй такой поставить в скором времени. Так как ощущение такое, что один не справляется. У меня дистиллятор. Мне надо два таких. Поэтому я, наверное, все же второй в пиндюрю. Так. Ферму. Вот делать ли ферму этот отдельный вопрос у меня, конечно. По идее, как бы круто. Но у меня еще сушилка для рыбы есть. Я бы рыбу сушить хотел. Как вариант. Может, конечно, я поставлю сушилку. Потом накоплю как раз и сделаю ферму. Все равно ни того, ни другого у меня пока нет. Так. Древесину сейчас должны будут скоро притащить еще дополнительную. Металлом очень нужно. Оказывается, металлом как раз нужен для лодок мне. Поэтому это тоже очень важно. Так. Второй дистиллятор пусть строят. Ресурсы потихоньку таскают. Единственное, чтобы еще им спальню, конечно, какую-нибудь организовать. Чтобы они могли отдохнуть. Но пока без этого. Зато здесь целая куча еды. Должны вроде как 10 еды принести. Здесь 5 банок. Наверное, он уже себе погрузил. Ну, хотя нет, 10 ресурсов, только древесину. Может, уже притащили еды немного сюда на самом... На самом-то деле, окажется. Так, что у нас? Куда мы дальше можем отправиться? Есть какая-то разрушенная фабрика. Есть неповрежденный книжный магазин. Хрен его знает, нафига он нужен. Есть брошенные моторные лодки. Там, наверное, металлолом можно собрать. Но мне бы интереснее, конечно, где-то воды дохрена найти. Вот прям воды капец как хочу. Вот прям вообще не могу. Так, ладно. Давайте сейчас еще здесь заказ сделаем. Чтобы и сюда заправляли, и туда заправляли. И древесину, чтобы делали. Чтобы прям все красиво было у нас по провизии. А то у меня уже проблемы с водой иногда прослеживаются, как можете заметить. Так, что у нас? Корабль все еще должен работать. Ждем, когда чувак там доделает свои дела. Он, видимо, отдыхает пока у нас. Пьет воду, статы восстанавливает. И отправляется дальше. Капитан наш, он на корабле просто... Как пролетает быстро. Самое главное, что если близко приближаешься, то фпс у игры сильно проседает. Графончик приходится, видимо, прорабатывать. А так, типа, по минимальному, видимо. Хе-хе. Так. Ну, короче, игра до какое-то время решила проблему с водой и едой. И у нас все, на самом деле, было гораздо хуже. Но сейчас еще более-менее держаться можно. Начал делать, получается, нефть. И можно сейчас будет отправиться хотя бы в небольшое плавание, судя по всему. Так как, видите, заряды появляются. Значит, мы можем плыть дальше. И, возможно, стоит доплыть конкретно... Хотя, стоп, мы все это время могли добраться, на самом деле, даже до воды, оказывается. Ой, не до воды, а до рыбки. Но и у меня ресурсов должно будет хватить на одну интересную вещь. Так, ладно, давайте чутка вот сюда подъедем. Потрачу немножко топлива нашего, чтобы мы посмотрели, что вообще может дать город. А город может дать топливо, металлолом и тому подобное. Но это неинтересно. Интересно, рыба для меня, конечно. Так, рыба у нас вот здесь, значит, где-то обитает. Значит, нужно сделать нам этот... Ой, нас переполнение склада. Это плохо. Так, сейчас, секундочку. Мы сделаем какую штуку. Нам нужно перегнать... Сделать несколько веревок. Так что заставляем наших ребят делать веревки. И также заставляем... Может, еще одну мастерскую плотников всюду мы построить. Но тоже ресурсы пока не особо на это хочется тратить. Так, короче, сейчас будет еще один корабль готов. Постараемся рыбу половить. Рыба будет, будет еда. Вот вода, это уже... Ну, хотя нет, этот вопрос решим. Потому что сухой древесины у нас много. Если что, мы ее сможем еще сделать. Так же с остальными ресурсами. Деревня я всю разобрал. Если что, все эти трущобы у нас разобраны. Так, вопросик у меня. Как скоро вы это сделаете, друзья мои? Так, ага. Первый этот готов. Значит, второй корабль мы с вами можем сюда пристроить. Так, и следующий корабль. У меня ресурсов хватает. Я могу сразу даже два причала поставить. И у нас будут все виды кораблей. И рыбацких лодки будет две. И лодка собирателя будет две штуки. Значит, они работать смогут максимально быстро. И это, конечно, не может меня не радовать. Так, и давайте еще один скорее. Строите порт мне, чтобы я туда как раз всех забубенил. А так, вот все прекрасно. Теперь рыбачить они должны. И все остальное делать тоже. Так, вот рыбеха у нас здесь обитает. Надо заставить ловить рыбеху. Поэтому погнал кто-нибудь туда. Давайте собирайте рыбу. Так, следующее у нас будет делать тогда вот это добро. Как только рыба у него появится. На сборы никого не отправляем. Мне нужно делать тогда сухие дрова. Точнее делать топливо. И включать обратно дистилляторы. Потому что иначе мы здесь будем отъезжать. Нужно, чтобы кто-то занимался. Так что только один идет рыбачить. И один и будет у нас готовить в будущем. Еда. Еда сейчас с едой, говорю. Самые большие проблемы. Сколько он за раз умудряет? 10 рыбы собирает. А здесь так мало рыбы, в конце концов, здесь. Серьезно. Хотя, может, это большое количество. Если так подумать. Может, реально этого много. Так, но самое главное, что теперь рыбу я могу собирать. И плавать довольно быстро я могу собирать ресурсы. Это очень важно. Это безумно круто. Это сильно мне поможет. Кстати, сегодня кодовое слово у нас будет. Пускай корабль. Пиши корабль, лайк получишь. Так, и что у нас с рыбкой? Да, рыбку насадили. Теперь она сушится. Я не знаю, будет ли... Можно ли высушенную рыбу хавать? Как она вообще будет пищевать? Ценности у нее есть. Значит, по идее можно. И еще бы нам вот доску поставить для нарезки. Ну, я вот не знаю, есть ли у меня вообще хоть где-то место для этой доски. Видимо, особо-то и нет. Надо корабль расширять снова. Не хотелось бы мне это делать, конечно. Но, видимо, придется. Так, что у нас с водой? Вода вроде работает. Отсюда можно целую тонну топлива натыбрить. Так, но пока что у нас рыбеха, да? С рыбехами у нас чувак развлекается. Вот еще чуть-чуть подальше можно еще рыбы достать. Так, ну рыба у нас на склад уйдет, судя по всему. Так, надо бы еще один маленький склад пристроить куда-нибудь. Наверное, где-нибудь место-то я найду для маленького склада. Должно быть хоть что-то или что, реально... Блин, сначала придется все же расширяться. Так, ладно, давайте пристройку... Так, здесь нельзя, да? А где я могу еще пристройку-то сделать? Чего у меня так все? О, вот нашел. Так, сюда. И вот так вот на... Вот на такое расстояние мы сделаем еще одну пристроечку. А туда уже будем все остальное распихивать. Что у нас еще здесь можно придумать? Разделочную доску надо придумать. Это да. Так. Ну, пусть кто-нибудь занимается. Еды у нас 5,5 стало. Рыба высохла. То есть она превратилась в новый вид у нас еды. Прикольно, прикольно. Но хочу разделочную доску. Посмотреть, насколько она круче. Может, из вяленой рыбы можно сделать что-то более интересное. Так что вот давайте, стройте. И... Все, пока что все, наверное. А, ну склад я еще хотел дополнительно построить. Маленький. Пускай склад у нас будет еще один. Обломки у меня есть. Если что, и собрать дополнительно еще их не проблема. Так, в трущобы мы отправимся за топливом и за металлоломом. Это по-любому надо будет собирать. Одного оставим заниматься тем, что у нас есть. Рыба будет готовиться там тем же самым товарищем, что останется один свободный. Ну, короче, вот так вот у нас. Отправляем двоих на сбор ресурсов при помощи корабля. Хочу дофига топлива. Так, разделочная доска готова. Маленький склад готов. Помост. Так, давайте, достраивайте. Так, и можно из мальков делать что-то более нормальное. Смотрите, не только сушить можно, можно делать птичью еду. Стоп, подождите. Не-не-не-не-не-не-не. Я передумал, рубленные на мелкие кусочки рыбы запасы для наших чаек. Это для чаек. Это вообще не еда. Это ресурс, можно сказать, для того, чтобы, видимо, ловить чаек. Или использовать в своих целях как-то чаек. Я не знаю, как в этом мире все должно работать. Но, короче говоря, мы поняли, что это не для еды. Так, что у нас там по кораблям? Кто чем что занят? Так, дрова можно пока забить. Чем остальные занимаются? Я не пойму. Рыбу таскают? Судя по всему. Видимо, жрать готовят, да. Ну, пускай. Сушилка тоже хорошо. Хоть какая-то провизия появляется. Ну, у меня, капец, конечно, здесь трагедия. Я не знаю, как мы дальше будем еще выживать. Но будем стараться. В общем, ребята, если игра вам понравилась, лайками поддержите. Более, там, двух-трех тысяч лайков набирается. Будет обязательно продолжение. С вами был Кристалл. Не забудьте подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик. И заходите в мой Дискорд. Павлю ВКонтакте, Телеграм. В описании все это есть. Там много всякой информации. Можно с собой пообщаться. Можно ролики увидеть новые, не пропустить. А то, может, Ютуб вам не показывает, а. Там вот вы точно увидите. Ну, в общем, с вами был Кристалл. Удачи, пока. Скоро увидимся.